Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я себя очень-очень-очень сильно люблю. И сегодня в гостях у нас главная ведьма Литвы Вилия. Мне бы хотелось сегодня поговорить на тему Симарон. Я о ней узнала совсем недавно. Вроде в мою жизнь вошло это слово, и когда я начала о нем больше узнавать, я узнала про школу абсурда, да, и что там такие смешные, вроде даже, можно сказать, нелогичные какие-то ритуалы, обряды. И когда я их прослушала, я поняла, что да, ведь в детстве, когда я была маленькая, и может быть даже много других детей тоже делали это, это шло так натурально, и вроде все получалось. Вот идешь домой, увидел камушек, думаешь, так, если я этот камушек до дома допинаю, то приду домой, будет мне шоколадка. Вот, пришел и есть. Расскажите, пожалуйста, ну побольше, мне очень хочется узнать, как, что это, как это работает, и... Да ладно, это вы загадали желание, ага, вы сделали какое-то действие в детстве, как говорите, и стали ждать положительного именно ответа. Я подчеркиваю, потому что в этой школе магии, магии абсурда, в данном случае Симуроня, как и в любой другой магии, конечно, все от мысли человека, от его преднамеренности зависит многое. То есть его результат может зависеть от того, как я его жду. Или я с негативом, вот ничего не будет, вот я не сдам экзамен, вот у меня не случится, вот не будет, вот я никогда не буду замуж, вот я никогда не выздоровлю. Вот то-то, или на мальчика, скажем, который там не готовит... Вот ты будешь таким и таким, пойдешь там работать где-то, отдам на стройке, вот уедешь туда-туда. Не вот это, у тебя не будет везения. Это то же самое внушение, основа всех магий, нелогичность. На самом же деле вы говорите, что вот подумала, что что-то нелогично. Мы все магии, все ритуалы на самом деле, посмотрите, со стороны нелогичны. Но когда ты совершаешь поступок нелогический, но знаешь, что это ритуал, потому что поступает многие, так скажем, ходят вокруг костела, да, кругом как-то поют, что-то делают, но каждая религия тоже поступает, имеет свои ритуалы, и они со стороны взгляда постороннего могут показаться вообще нелогическим и абсурдным, как и танец шамана. Да, но они все существуют столько, сколько существует и человек. Вот это данная методика, она вот, я знаю, больше 35 лет я занимаюсь этими всякими, как сказать, абсурдами, если так посмотрите в стороной, и, ну, это симаронская абсурда, она, она, она живучила очень. Сейчас смотрю, вот по ютубе, инстаграму, это так популярно. Методика эта началась, методика симарона, магия абсурда, или детская магия, она живет с 80-х годов. Начало, и вот так уже, как сказать, первое занятие, практика, там танец симаронский, семинары, которые были и в Литве, и были в Риге. Ну, в 87-м, по-моему, году, в 88-м уже даже ко мне тоже приезжали люди из школы, ученики бурланов, основателей этой школы симарона, и они проводили у меня с моими людьми, учениками, которые учились магии и оккультизму, эти вот симаронские танцы и какие-то, ну, скажем, техники проводили. Но надо посмотреть, как со стороны, как мы скованы, и вот, скажем, если группа была, ну, 30, скажем, 35 человек, то подключались в действие, в танец, скажем, в данный момент абсурдный, наверное, только 7 человек, другие, опять-таки, смотрели подозрительно, ты что же, я же с ума не сошел. Вот, это именно подсмеяться над собой или впасть в детство, или вспомнить детство, как мы загадывали желания, да, бросали камушки, мы же то же самое делаем. Идешь через реку, да, или бассейн, чтобы возвращаться обратно туда, бросаешь монетку, да, и почти поедешь в Турцию где-нибудь, а тебе полно этих монеток, это то же самое. Мы же поступаем и загадываем, там ромашку, гадаем, да, или там клевер, или что, мы же это делаем, только делаем, как будто, ну, это как-то не будет, будет, не будет, но где уже есть техника, техника, она более-менее включает то, что вот какие-то техники, то легче, ты сам понимаешь, что сейчас играешь, наблюдаешь себя со стороны, тебе смешно, а ты нужна, потому что вот Симурон требует полной расслабленности, не смотреть на себя слишком серьезно, да, снять маски, потому что мы все в масках ходим, да, потому что сегодня мы с вами вот говорим, мы все равно имеем магию, это маску, как вот общение, я пойду сейчас, пойду куда-то, вы пойдете, куда вы наденете другую маску дальше, потом главное, они прилипают более-менее, особенно если человек важничает, то есть занимает какие-то посты, он никак не может быть, вот, снять эти маски, зато очень нужно, зато потом болеет депрессиями, разное все. Сама методика Симурона в 80-е годы, Пётр и Пётра Петра Бурланы, они из самой Болгарии, Болгарины, Болгарии, они жили в Риге, Москве и в Болгарии, они по сей день уже здравствуют, но методику они, как сказать, не сами записали, эти вот, если учебник везения, у меня остался бедный, последний, вот, первая часть его, Гурангова и Долохова, это его ученики, математики, физик, которые, вот, значит, вот именно они эту вот методику сделали, записали. Они собрали, да? Собрали, законспектировали, издали книжки. Это первая книжка, другая, наилегче читается, потому что здесь очень много основ, иерофилософских отслов, многие люди не хотят углубляться, потому что думают, что давайте делаем, и всё. Я не знаю, сейчас, когда смотрю в Ютубе, которые там трактуют эти Мессимурона или советуют разные молодые девочки, которые от, наверное, жизненного опыта ещё далеки, и там философского основы нету с философской. Я всегда возмущаюсь, думаю, ну как это так? Ну как это так? Должна быть же основа, на что, почему ты делаешь? С другой стороны, понимаешь, что сейчас другой век, совсем всё, скорость другая. И если Бурланы сами видят это всё, они никак не противятся, этому им хорошо, значит, это всё хорошо, это не моя проблема. Пусть каждому человек даже, понимаете, посмотрел, ох, думает, ну попробуй, ну как, ну что тут? Ну попробую. Попробует, и хорошо, и тогда, и пошло-поехало, он начинает, начинает, сбывается, как в детстве, да? Сбывается, и человек начинает, господи, как хорошо. Ведь это не религия, это не йога, это не медитация, это то, что связывает все эти вещи и больше ещё, с какими-то модными сейчас названиями, и отчаяния уролингвистикой, и всё, это, конечно, то же самое в одной куче, но и идёт со временем. Так что, я думаю, пусть, ну пусть человек хотя бы услышал, подумал, кто-то сказал, ты давай, ты звонила Вовану? Нет. А что это? Кому это? Ну так что ты в Вовану не позвонишь? Такая проблема, ты что не можешь позвонить. А где? Дай, дай телефон. Хорошо. А где? Давай позвони. Понимаете, вот хотя бы он узнал, вместо того, что рыть себе яму, что наклеивать на себя этикетки неудачника, чтобы позволить другим обклеивать тебя, как чемодана, и как холодильника неудачными этикетками, и вместо того, что ждать плохого конца, надо ждать хорошего конца. Очень интересно, прям так заполняется вся душа, сердце, здорово. И мне такой вопрос вот сразу, вы говорили, это техника, она имеет вот эти все философские, философское начало, она вся обширная. Еще мне что понравилось, когда я первый раз с ней ее увидела и познакомилась, это то, что ты можешь творить. То есть сильно не привязывают человека к определенным, да, вот таким, то есть ты должен сказать там именно такие слова в такой последовательности, тебе разрешается из себя, да, ты можешь даже создать свою аффирмацию, ты можешь создать, и это здорово. То есть даже так немножко, как цепляет, и ты хочешь еще. Вот я, например, готовила, готовлю, готовлю супчик, вспомнила, ведь Симарон я узнала, так давай я буду резать капусту на деньги, и давай буду резать там, например, бурочок на здоровье. Вроде и ты это все в супик складываешь, деткам даешь, и они довольные, счастливые. Ну, понимаешь, конечно, вот это свобода, и даже не только свобода, а именно там Симарон, и говорит, что ты сам творец, а тебе, понимаете, в магии вообще не существует дважды, два-четыре, любой магии, а в магии абсуда это вообще никак, это твоя, вот именно мы сейчас от религии далеко ушли, люди обычно, и они не имеют никакого философского основания даже жизни, или особенно, когда что-нибудь случается, когда все хорошо идет, не задумывается человек, а когда плохо, куда, кому, к этому Богу, куда уж там. Так что вот, особенно, вот что хорошо, что здесь всегда Симарон привязан к конкретной твоей ситуации, и конкретной твоей обыденной жизнью, и говорит, не надо тебе только откуда-то подумать, все под рукой. Это же бытовая магия, она всегда в быту. Вот то, что вы говорите, заговорить воду, заговорить суп, заговорить кофе, заговорить вино, это же то же самое. Симарон ничего тут не делает больше, а кроме того, что он говорит, не ищи ты каких-то, значит, духовных этих учителей, не привязывайся к ним, не платим денег, давай сам создай, что тебе мешает. Поэтому вот у меня, когда я сейчас вижу, скажем, по Ютубе эти все выдумки по Симарону, я думаю, что вот там сидят люди, они делают какие-то маленькие ролики, и они вот там, как вы говорите, осоздают, уже уходят далеко от этой теории, их не интересует, они говорят, вот делай так, играючи, и тебе создавай свою аффирмацию, как молитву, пойдет у тебя вибрации, и вот ты сам почувствуешь, вот если интересно, само слово даже вот так сделано, вот что вот это слово Симарон, ничего больше не означает, что Симарон, потому что его ученики Бурлановы говорят, что вот вы должны человек отвязать от каких-то привязок, каким-то теориям, вот я должен так и так, и тогда будет, на какую-то луну, на какое-то место эти ко мне люди говорят, а вы, Виля, вот как делаете там что-то на луну, я говорю, даже не знаю про эту луну, какая она мне, если я могу, увидела луну, там, большую или полную луну, или какую, если я обратила внимание, значит, у меня есть время на это. Обычно, ну, если я буду обращать внимание на какие-то мелочи, какая ведьма, это должно быть сильнее, когда надо, тогда и делаю, когда не надо, не делаю, и все. так что, вот тут это симурон, это вообще придуманный термин, ничего не значит, вообще, кто-то сказал одну букву, кто-то дадил другую букву, чтобы никто слишком не повелся, не ломал голову, что человеку с чем-то это связано, какой техникой, откуда может, это йога, вот это что, как я там, религиозно, нет, ничего такого нет, вот, ты человек, ты творящий, ты должен, конечно, конечно, всюду здесь основа, то есть, то есть, я творец, я подобен творцу, я тоже могу, должен творить, почему, потому что, если не творюсь, что я тут делаю, да, в этой жизни, но здесь говорится о мысли, о мысли больше всего, как и любая, другая форма магии, любая заговорь, проклятие, это все только мысль, а потом слово, то есть, больше ничего, действие, это ритуал, ты делаешь, вот и все, так что символ урон имеет вот несколько, а, конечно, основан на, на то, что мы знаем, то есть, чем мы пользуемся, но это сделано, вот, приспособлено к человеку, сегодняшнему, человеку, рациональному, человеку, который, который, вот, спешит постоянно, в каком-то ритме живет, и чтобы он себя не, как сказать, упрекал, что он ничего, не молится, что-то не делает, что-то не имитирует, потому что ему была спокойна, магия такая, что ты можешь помочь себе, другому. но вот, если человеку или нет,